Продолжение следует... Продолжение следует... И сказали своему спутнику, не скорби, ибо Аллах с нами. Тогда Аллах не спасла ему спокойствие и поддержали его войнами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нежащим, тогда как слово Аллаха превыше всего. Аллах могущественный, мудрый. Сора покаяния, аят 40. Я свидетельствую, что не Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нется товарища. И свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокоочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем, славное переселение Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует из благородной Мекки в лучезарную Медину, полно прекрасных уроков и ценных наставлений. Это величайший поворотный момент в истории ислама. Один из самых важных уроков, который мы должны извлечь, это тщательное планирование и точное расположение всех деталей этого благословенного путешествия. Это поскольку планирование – это научный метод преодоления кризисов и одно из необходимых условий достижения успеха. Это ясно проявляется в том, что наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, подготовил два верблюда для благословенного переселения и выбрал своего друга Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах надежным спутником во время путешествия, а также выбрал именно время ночи, потому что это было подходящее время, чтобы покинуть Мекку. Кроме того, кто размышляет о событиях благословенной пророческой хиджры, тот увидит, как наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, распределил роли и задачи с предельной точностью и четкостью. Вы, посланник Аллаха, мир ему и благословение, приказал нашему господину Алибн Абиталибу, да будет довольен им Аллах, спад в его постели, укрываясь его плащом, с тем, чтобы тот вернул людям имущество, переданное ему на хранение, а также, чтобы многобожники отвлекались от следования за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует во время отъезда. Сильная заинтересованность нашего Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в планировании и обосновании успеха благословенной пророческой хиджры, проявляется, когда он пришел к своему товарищу Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, чтобы они оба начали свой путь. В час, когда он, да благословит его Аллах и приветствует, не привыкал приходить к Абу Бакру. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, также поручил Абдуллаху и Абиби Бакру, собирать новости курайшитов и узнать об их заговорах, которые они замышляли против каравана переселения. Так, в нем Абдуллах ибн Абу Бакр прислушивался к тому, что говорили курайшиты, а ночью сообщал пророку его спутнику в пещере услышанное, и еще до рассвета снова возвращался в Мекку. Наш господин Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, также поручил своему слуге Амиру ибн Фухайры, да будет доволен им Аллах, приносить еду нашему пророку, да благословит его Аллах, и приветствует посты овец в сторону пещеры Саур, чтобы замести следы Абдуллаха ибн Абу Бакра. Более того, госпожа Асма бен Таби Бакр, да будет доволен ей Аллах, которая получила титул «Затунутакай», то есть обладательница двух поясов, пробиралась в пещеру Саур с едой к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его спутнику, да будет доволен им Аллах. Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мире и благословения последнему изо всех пророков и посланников нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом посидовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы, один из самых важных уроков, извеличенных из благословенной пророческой хиджри, это необходимость полагаться на компетентных лиц в выполнении задач, соответствующих их способностям. Ведь посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, наняли опытного проводника, чтобы тот указал им путь в Медину с труднопроходимой и необитаемой дорогой. Это был Абдуллах и Бурайкид. Хотя он не исповедовал ислам, наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует, избрал его, так как верит в актуальность полагаться на квалифицированных лиц и использовать их энергию, независимо от того, насколько разные их идеи, взгляды или даже верования. Все это учит нас необходимости принимать во внимание надлежащие условия успеха путем хорошего планирования и назначения способных лиц во всех областях, особенно в великих вопросах, что не противоречит искреннему упованию на Аллаха, могущественного и возвышенного. Если бы наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует, пожелал бы, то он бы молился всемогущему Аллаху, чтобы он перенес его с Аль-Бураком из Микки в Медину. Но он, мир ему и благословение Аллаха, хотя хорошо знает своего Господа и крайне уверен в его победоносной мощи, он учит нас необходимости, точно учитывая причины и должным образом готовиться к каждому делу. Именно тогда мы можем спокойно оставлять результат дел в руках величественного Аллаха, чтобы он определил их по своему усмотрению. Это ясно показалось, когда наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует, использовал все средства для достижения успеха и победы, а затем сказал своему товарищу, Абу-Бакру да будет доволен им Аллах, когда язычники гнались за ними, не скорби, ибо Аллах с нами. Поэтому Всевышний Аллах вознаградил его, когда они спасали ему спокойствие и поддержали его войнами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих, нежащим, тогда как слово Аллаха превыше всего. О Аллах, дай нам наилучим образом подражать Твоему пророку. Саламу Алейкум Рахмату Аллахи Ва Баракату.